Расслабься. Просто делай свое дело. Уже предвкушаю. Кто-то включил ролик и такой думает, что он реально в Панаме? Да, я реально в Панаме. На улице знойное солнце. Я берегу свою голову от него. Кто-то скажет кринж. Сидит в Панаме, снимает ролик. Но ты посмотри на это с другой стороны. Я заботюсь о тебе. Во-первых, мы убедились в том, что у тебя хорошее зрение. И ты сразу же увидел эту черную шапочку. Во-вторых, а что во-вторых? Во-вторых, я дал тебе отличный совет. Как не обгореть на солнце? И в-третьих, ну возможно ты уже улыбнулся. Или улыбнулась. Возможно и нет. Знаете, как бы не дожал, не добил. Я не всесилен. Я все-таки просто роднулька. Привет, родные. Привет, роднульки. С вами Радик. Мы сегодня смотрим с вами, обидно, с женами. Вот такое вот приветствие у нас сегодня. Надеюсь, просто начало кого-то уже просто улыбает, повышает ваше настроение. Потому что лето. Я надеюсь, вы им пользуетесь. Берете отпуска. Закончили учебу, работу. ЕГЭ нах. Экзамены нах. Диплом получили. Отбили. Короче, надеюсь, все самое перспективное только впереди. Все самое финансовое, подъемное тоже впереди. Вот так вот. Говори каждый день. Финансы впереди, перспективы впереди. Каждый день три раза так повторяй. Все обязательно получится. Обожаю гнать базу. Ну и все. Перейдем к фактам. Продолжаем смотреть старое прекрасное шоу Обмен с женами. Также выбираем самые кринжовые выпуски, которые смотрели другие блогеры, а я их не смотрел. В принципе, как бы смотрите хорошо. Хорошие. Много комментариев, на самом деле. Даже удивлен. И очередной какой-то там кринжовейший выпуск. Что-то впервые в этом сезоне. Бабабабабаба. 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 Короче, непонятно. Нифига. Но самое главное. Дам своему, конечно же, ненужный совет. Подпишитесь обязательно на телеграм-канал. Пожалуйста. Пожалуйста, попрошу вас, когда у вас будет время, подписаться, потому что мы там выкладываем все новости по всем роликам, что выходит, что не выходит, почему смотрим там, почему смотрим не там. Также у нас есть Boosty канал, где можно смотреть очень много, ну как очень много, пока смотрим только 3 шоу новых, но там как бы немного другой контент, в целом есть бесплатная серия мужского и женского, есть ссылочка в сообщество, можете перейти, посмотреть, также будет здесь. Короче, в общем, делайте, что хотите, самое главное, получайте удовольствие, да, хотите, переходите, хотите, не переходите. Надеюсь, просто от ролика получится большое, сколько я уже рассказал слово удовольствие, давайте уже начнем. Москва. Москва, город соблазнов, больших возможностей, высоких скоростей и неприметных спальных районов, именно в одном из таких живет семья Бирюковых. Так, ну дети симпатичные хотя бы, мама, папа, ну есть вопросы, это монгол в молодости с решечкой пике. Знакомьтесь, Сергей 26 лет, группа. 20, блядь, 6 лет ему? Ты шо ешь, блядь? Консервные банки, причем не внутри что, а только что, как раз во что это все. Пущик. Его жена Анна 35 лет, домохозяйка и дети. Ну ладно, 35 лет еще ладно. Тянны от первого брака, Лиля и Коля. Разница у нас в возрасте 9 лет. Все говорили, ну он младше тебя, зачем тебе это надо? Еще одно. Есть такое предположение, что любит к бутылочке приложиться дама, как и этот молодой человек. Просто, а тот, а муж больше на ночь успелся или просто ушел? У ребенка. С Аниной стороны, да, были осуждения. Пи. Я, блядь, 26 лет. Я, конечно, нормально к алкоголе отношусь, но бывает перегибать не надо. А мама до сих пор его не воспринимает, не любит как-то. А мне без разницы, знаете, осуждения, как бы, любовь не в возрасте, не в долг. Да, конечно, тебе без разницы, тебе на свое отражение тоже похеру. Дело, какая разница там. Сейчас ты придешь, будешь чистить картошку. Когда я чистю картошку, а ты жаришь. Я пюре тогда лучше сделаю. На данный момент я домохозяйка. Я уже полгода не могу устроиться на работу, к сожалению, пока отказываю. Потому что неотразимая улыбка, видимо. Поэтому работает только Сергей, грузчиком. Но глава семейства Бирюковых не только всю семью содержит, но и успевает уделять время приемным детям. Ну, я ее люблю, и как бы детей тоже должен любить, потому что ее дети, это и мои дети. Ты, кстати, обещал с Лилей на коньках покатать. Сходим, ладно. И меня возьмите. Да давайте, я всех учу. Получилось само собой, что Сергей начал заниматься учебой с детьми, и они больше как-то его даже слушают. Потому что я очень мягкая, могу дать слабинку. Здесь есть тело, здесь нет? Да. Ой, столбик не проявляйся. Ну, надо перевернуть дробь. Ну, что ты в школе-то делаешь? Так спросишь, штаны просиживаешь? Я только что посмотрел. Что ты считаешь? Дребяк-то разбирается мужчина. Наверное, не так все плохо. Вон, столбик, бери, считай. Грузчик так, чисто хобби, я так понимаю. Иногда слишком жестко себя проявляет. На детей может орать матом, даже дать подзатыльники. Помягче они не реагируют никак. Будешь матом ругаться, они точно так же в школе начнут матюгаться. Ну, а вот такой вот вопрос тебе, мужчина, да? Вот если я тебе буду пи***ть, я говорю, живот. Грубо говоря, Анна, ты найдешь работу лучше в таком случае? Ну, ты же сможешь понять. Мотивация поднимется, нет? В ночну. Ну, ты же не сапожник. Ну, поскольку я их мама, то я их жалею. Приходится вставать на сторону, как-то защищать их. Вот из-за этого у нас очень часто бывают ссоры. Просто я хочу, чтобы из них как бы выросли люди. Всего в семи... Надо было добавить, не такой, как я, в таком случае. Обязательно надо такие вещи добавлять. В стах километрах от Анны и Сергея Бирюковых на берегах Невы в старинном Петербурге живут тоже Анна и Сергей по фамилии Велес. Вместе пара воспитывает 12-летнюю дочь Василису. Мы очень гармоничная пара. Это... По нам что, не видно, что ли? Лет 17, наверное, мы вместе. Это больше, чем больше. С Василисой у нас очень дружеские отношения. Мы хорошие родители. Что, Вася, куда на этой неделе пойдем? Куда мы еще не ходили? Вот куда хочешь, туда и двигайся. Мы с дочкой общаемся, действительно, стараемся как-то на равном. Нам вместе хорошо всегда и везде. Мы полностью друг друга заполняем. Такой симпиоз-команда. Свою спло... Так, да, разумеется, по-своему гармоничная. По-своему прекрасная, по-своему нормальная. Пока ужасная, ничего не скажу. Плоченность Ани и Сергей из семейных отношений перенесли в деловые. И гордо именуют себя секс-коучами. Мы проводим консультации. Свингер-патия. По сексу и отношениям. По нормальным мероприятиям. У нас клиентов достаточно много. Потому что в вопросах секса мы весьма компетентны. По отношениям не надо играть. То есть ты должен наслаждаться игрой. Как дети играют в игры. Если у вас в отношениях есть классный секс, велика вероятность от того, что в какие-то бытовые проблемы они сойдут на нет. Не останется силы разбирать вот это вот. Я просто не захочусь. Пока в Петербурге занимаются любовью, а не войной... В столичном районе Чертаново проблемы решают по-своему. Развалился, блин. Ну ноги-то подними свои. Нет, достал уже. Давайте найти провода. Уже тебе не мешают вообще. А ты мужик или кто, блин? Провода сделать не может. А что он там может сделать? Посмотрите на хату. Просто ошмет, которого надо стен. Косяка нету. Что там дальше-то будет? Он может крикнуть и матом на меня. Он считает, что я по дому ничего не делаю. Все делается само собой. Вон там грязь, там грязь. Как она подметала, неизвестно вообще. Головой твоей, видимо, счесалась. Просто вид создала, что убирается. О, слушай, у меня ведро есть, как ступа. Я тебе подарю, ты будешь... Давай я тебе его на голову одену, это ведро. Нет, спасибо. Он тебе больше подойдет, как раз к твоему образу. Раньше, когда я знакомился с ней, подкраситься она могла. Сейчас что-то она перестала за собой следить. Для того, чтобы полы помыть, мне макияж, там, педикюр, маникюр наделывать не нужно. Наделывает марафета она лишь в исключительных случаях, когда удается выбраться в люди. Мы с детьми очень любим ходить на выставки, живопись любим. Сергей, к сожалению, этого не поддерживает. Мне не нравится там искусство, это картина обычная. Я тоже могу нарисовать там рукой, да и все, господи. Я лучше, например, пойду там поиграю в боулинг. Пивка, например, да, можно выпить. Видимо, я ему уже так поднадоедательный. Вот чисто американский мужчина. Боулинг, пиво. Начинаю лишний раз. Вечером на баскетбольную площадку, наверное. Элемент не сделаю. Из-за этого у нас отношения иногда не всегда гладко получается. Из-за места поддержки начались просто обвинения. Ссоры начались. Мы с Сергеем ходим по замкнутому кругу, из-за этого отношения все хуже и хуже. Вот летим в какой-то пропасть. Аня все пилит и пилит меня, пилит. Сколько вот можно? А сама, ровно, вообще ничего не делает. Слышь, ты, жалобщик великий. До самого тебя достучаться-то возможно? Пока в Москве Бирюковы бьются о стену непонимания, в Питере Читовелес нашла компромисс даже в мелочах. Прораспределение обязанностей. Я готовлю. Аня, следи за чистотой. Ты что будешь готовить? Сейчас салат сделаю. Ну и мясо готовлю. Ну, скорее всего, пиво! Вкусняшки всякие. В основном папа готовит, да. Мои родители, по-моему, мне не... Когда-то бывают серьезными, а когда-то нет. В основном они такие тусовщики. Конечно, у нас тоже не бывает таких моментов без ссор. Когда что-то идет не так, это все решается посредством того, что мы садимся, разговариваем и находим какое-то решение своих проблем, если они есть. Нам часто говорят, что вы слишком идеальны, и вы, типа, раздражаете этим. Это нас тут устраивает. Но как мы начали жить вместе, мы больше, чем на сутки, не расставались. Мы так живем, неразливо, да, всегда вместе, везде-везде. Я не представляю, как можно вообще неделю прожить без него. И для нас это, конечно... И вот тут, конечно же, решили провести друг друга отдельно, именно на передаче телеканала Ю. Почему-то. Не просто там поехать куда-нибудь, не знаю, в Таиланд, отдохнуть разведеться и что-то еще, или там к родственникам. Нет, блядь. К другим, к чужим людям. Конечно, большое испытание. Не знаю, для Сергея, для меня это точно испытание. Но дороги обратно нет. Девушке пора собирать чемоданы в новую жизнь. Вась, давай маме помогать. Она собирается все брать. Она просто не дотащит. А в чем я буду по дому ходить? Да, определенный. Я думаю, там заценят. Знаешь, что я еще забыла? Это вообще мне необходимо, иначе я ничего не вывезу. Ой, вот это. А, да. Что это? Это вибромассажер. Буду успокаивать свои нервы. В Чертаново тут... Ты сейчас такая, мам, можешь мне что-нибудь монстрировать? Ты прям захватила так, да? Чуть-чуть можешь прям поджать вот этим острым конечком? У-у-у-у. Тоже сборы на нервах. Ну я платье взяла. В этом я буду спать. А ты не себя наденешь? Что ты еще? Нет, у меня юбок. Ты же не купил мне на 8 марта. Я, конечно, надеюсь, что там Аня, она попадет в такую семью, где там будет есть стыд за свою внешность, то, что она ухаживает за собой. А я очень надеюсь... Ты чего, блядь, несешь, блядь? Орк, ебаный. Блядь, ты чего несешь вообще? Кто так вообще говорит своей женщине? Кто вообще? То есть, если вы, конечно, понимаете, вы между собой как-то это можете обсуждать. Это и то звучать будет очень больно, скорее всего, твоему человеку. Ну как-то, не знаю, ну типа, ну это ненормально. Ну бывает, наверное, такое, когда друг друга как-то не устраиваете. Там твой молодой человек с гигантским животиком. Ну я хотел, чтобы ты, конечно же, похудел. То есть, ну если мне скажешь замечание, я нормально к этому отнесусь. Типа, да, я могу не всем нравиться, извините, конечно. Вот, ну да, блядь. И что, сюда приедет какая-нибудь фрекинг-бок и задаст ему жару. Все, забирай свой, типа, чемодан. Я готов. А вы тут не хулиганите, пожалуйста. Не будем, конечно. Не хулиганит. Меня пацанать можно, я и пацанаю. Скучать буду, да. Кошки не забудь покормить. Хорошо. Ладно. И рыбок тоже. Мишали. Пока. Пока. Очень переполняют эмоции. Я не хочу попасть в деревню, с курами, с хрюшками. А для меня... Я бы хотела попасть в город Золотого кольца. Ну, например, Переславль-Залезский или Ярославль. Давайте скорее там. Еще чем. Сейчас какая-нибудь Магадан. Сибирь. А, я так и знала. Я еду в Москву. Я очень довольна. Ура! Санкт-Петербург. Это мой любимый город. Ну, это реально круто. Ну, Москва, конечно, большая. Есть не самые хорошие районы Москвы. Но я думаю, что я окажусь в хорошей семье. Дай бог тебе счастья. Дай бог. Правильный настрой – залог хорошего путешествия. Две Ани отправляются в семьи друг друга. А два Сергея остаются ждать новых жен по обмену. Но неделя эксперимента начинается. Когда дети и муж узнают, где я нахожусь, они просто обзавидуются. В Москве уже не раз были. Да, мы довольно часто ездим по друзьям. Поэтому я люблю Москву. Она мне очень нравится. Муж будущий будет высокий, как шкафчик. И здесь реально я это перенесу. Что случилось? От этого мужа, ну, опасаюсь, чтобы не ругался. Папа должен быть заботливый. Мне проще сказать, какого не хочу. Чтобы мы жили как вар. Вот такого ты не захочешь точно. Ты просто его увидишь и такая – нет, нет. И там по расписанию. Ну, и амебный тоже не должен быть. Кем работает, я даже не представляю. Надеюсь, не дворником. Они зарабатывают мало. И надо, чтобы у него хотя бы финансы были. Чтобы куда-то меня сводить. По поводу детей. Три это будет много. Такие маленькие дети, да, это, конечно, так сложновато, наверное, будет. Но уже куда-то за город едем. Надеюсь, дрова меня новый муж не заставит рубить. Я так думала, что я, может быть, где-то поближе, там, в районе хотя бы второго кольца окажусь, но нет. Помовники, блядь. Ну, судя по всему, это спальный район. Но, в принципе, неплохо. Дом не страшно выглядит. Я уже хочу посмотреть на нашу квартиру. Оп. Мама, куда меня привезли? Какая-то новостройка непонятная. И вообще тут от центра, наверное, пиликать и пиликать. Вот это дверка. Так-то... Ну, ты же чертанов живешь. У тебя же там нормально до центра прям. Пять минут. Одна готова, другая там. Вроде ничего. Так. Трубы какие-то. Жуть какая-то. Где у них тут лифты? Блин, тут квартиры. Куча поворотов. Не поймешь, куда в лифт заходить. Подъезд непонятно что. Потому что это и не подъезд вовсе, а парадная, как принято называть в культурной столице. А вот и лифт нашелся. Так. Господи, хоромы какие-то. Что-то кошачьим проклоняем. Ух ты. Раздуваться, не раздуваться. Вроде чисто. Ладно. Все тут падает у них. О. Божечки, что это? А что? Я пока просто в шоке. Такие ободранные двери, обои. Это вообще кошмар, конечно. Какой-то бомжатник. Я вообще даже не думала, что я попаду в такое. Как вообще? Это клоповник чистый, прям с виду. Там даже небезопасно спать. Клопы покусают, все капец. Чем можно жить в таких условиях? Ну, обувь я так вот... Еба! Это как будто мясной отдел, блядь. Просто кровь скапала вниз. Пока нет смысла вообще снимать. Это ее пальтишко, да, такое? Несуразное. Хочу представить, какого она размера. Ну, такая 46-48. Анальный крем и дневной крем. Там, по-моему, с советских времен еще, да? Да, я такой крем тысячи лет не видел. Это что, серьезно? Такие штучки были. Почему они без колпачков? Божечки. Я боюсь представить, что я приехала к моему любимому мужу. Вот это у них манаток. Офигеть. Как таких ходить-то можно? Колготок запас на два года вперед. О, это охренеетный... Видимо, мужа так ночью развлекает. Мы так не развлекаемся. У меня был шок. Как такое вообще можно оставить на виду? Сомнения какие-то начали прокрадываться. Кто тут живет? О, портрет. Походу, делает она. Внешность у нее экстравагантная, конечно. Муж будет в шоке из-за прически. А это, видимо, их спальня. Блин, штор нет. Ну, здесь нету карниза. Я понимаю, если бы там был бы ремонт еще, как бы... Там у нее штор. У нас есть всякие... Е... А что она там драйвела на кухне в начале шоу? Какой смысл? Она вот этого просто не видит, что ли, или что? И сувенирчики. Они определенно ездят в отпуска, но домашней уборочкой некогда заниматься. Ты же этим дышишь, ты же в этом живешь. Ну, как можно? Ну, зато у них есть самое главное. Судя по тому, что самая важная вещь и самая дорогая и ценная – это телевизор, то, видимо, эти люди вообще ничем не увлекаются. Мне будет... мне будет очень сложно. Ох! Какая она твердая, мать моя! Бля, ты бы сначала в душ сходил бы, наверное, а? Прежде чем в чужую кровать лезть. Женщины, это же спину сломают. Они что, тут пятером спят? Ух ты! Я черный плавящий. Какой ты прям венец. Или они актеры, или они так дома развлекаются. Боже, я боюсь представить их ролевые игры дома. Даже не хочу, это как-то... Еще РПЦ на меня выйдет после этого, не надо. Библия, точно верующая. Библия, БДСМ. Точно в Бога верят. Моим любимым видом традиционного секса было грубое сношение сзади в позе собачки. Мазафака. Я в шоке от таких книг. Камасутра, обсуждение поз различных и так далее. Опять что у нас? Я уже боюсь сюда залазить. Вдруг там еще что-нибудь. Слава Богу, хоть что-то приличное. Или это микрофон? Попробуй ближе его. А это же может достать все ребенок. Что с этими игрушками вообще делают? Их пихают. И в каком количестве просто страшно. Это, видимо, детская. А дрожь по коже-то, наверное, пошел. У вас тут, блядь, у вас тут дома, там даже страшно раздеваться. По всей видимости, мальчик, да, у нас такой. Тут, скорее всего, двое детей. Потому что две кровати. Но такие кровати, конечно, дети на таких не должны спать. Это не кровати. Это койко-место для заключенных. Для заключенных. Все ободрано. А, это дырочки прикрыли. Прекрасно. Ну, это грязь, да. Она отмывается, в принципе. Ну, я не знаю, потратить один день на уборку, и все. И у тебя будет здесь чистота и порядок. Тюль можно купить. Они недорогие. Мне очень жаль этих детей. Потому что нормального детства у них нет. О, божечки, здесь таракан ползет. Ё-моё, посмотрите. Какой кошмар, блядь. Такой ужас. Нету игрушек. На детских столах нету ламп для того, чтобы делать уроки. Дети не должны так жить. Это неприемлемо. Здесь видим... Блядь, мне кажется, что за пеку надо вызывать в таком случае. Ну, ладно, они, может быть, не пивча семья, как бы, но... Выглядывается ужасно. Детей жалко. Мать, я не знаю, кто такая. Где ее там, муж первый, и вот с кем она живет. Это полонопит. Просто мужское, женское, очередное. У них детское. Так, здесь что у нас? Сколько игрушек, мама, моя родная. Видимо, очень балуют. Мама, вот это да. Для девочки что-то много духов. У моей и то одни. Может быть, они очень заняты. И так пытаются компенсировать какое-то отсутствие внимания. Ну, у вас, видимо, очень много времени на детей, да? Пуку на игрушки. Пуку на стол, на диван. Мы все время проводим вместе, само главное. У нас любовь, блядь. А здесь у них рыбки сдохли, или это так и положено? Ты живой? Не, не живой. Ой, блин. Еще сантехнику. Вот чего я не люблю, это мыть сантехнику. Еще и за чужими людьми. О, боже, ну почему столько мух? Тут их просто сотни. Нету шторки для ванны. Запашок здесь просто... Мухи там откуда, блядь? Что они там, рыбу хранят, что ли? Просто отвратительно. Так, есть чистящее средство. Это уже хорошо. Ванна вообще в идеальном состоянии. Видимо, недавно был ремонт. А так прикольно. Видимо, года четыре назад, может быть, пять. Это недавно. Чистенько. Аккуратисто. Работает для укладки усов. Значит, он носит усы. У меня дома такой же порядок. Блядь! А сейчас тромб оторвется. Как так врать можно? Господи, как пахнет ужасно. Почему столько мух? В чем проблема повесить эти ленточки? Пи***. Просто нет слов, если честно. Ну, как бы, как реагировать на это даже. Вот просто одним словом могу реагировать. Блин, тут все такое грязное. У меня дома точно так же чисто. Такой же порядок. Тут плита засрана. Она, наверное, не мылась просто полгода. Ну, бывает. Так, знаете, на кухне, на ручке так чуть-чуть уже налипает. Все, ты уже видишь, блин, отмоешь. Все, все, начинаешь сразу мыть потихонечку. Потому что уже такой немножко запустил. Но это не немножко запустил. Что это такое? Это макарошки. Это они так кушают, да? Вкусно. Здесь. Трогать, конечно, вообще все очень страшно. Еще и тараканы. Фу-фу-фу. Ну, как так можно вообще жить? Везде просто грязь. Вообще не хочется здесь оставаться, потому что это кошмар. Ну, это невозможно так. Там невозможно есть, там невозможно готовить. Там вокруг антисанитария. Там ползают мухи, там ползают тараканы. Это отвратительно. Ох, я согласен, это ужасно. Я не знаю. Вот, да, я как бы могу еще спокойно, но я лучше пошел бы на улицу. На скамейки бы спал, наверное. Вот это кухонька. Чистенько порядок. Чашечки нечеток. Ух ты. Прикольные. Наверное, походные. Макарошки нечеток. Походные. Приправ много. Часто в Бакарде в лес такой, известно, гоняют. Как-то у них с плитой странно. Они, по ходу дела, готовят исключительно в этой штуке. А плитой они что, не пользуются? Как? Не, не пользуются. Они плиту включают, там нагреют эту штуку, потом все готовят. Ты что? Пользоваться данной печкой непонятно. Как они вообще готовят еду, если что-то много надо приготовить в одном этом приборе? Ой, мамочки. Как они едят-то? Как они едят-то, а? Время развеять страхи и сомнения. Обо всех секретах девушкам расскажет семейный устав. Семейный устав. Мама. Анна Великс. 33 года. Секс-коуч. Сергей Велес. 33 года. Секс-коуч. Я первый раз слышу о такой профессии. Дочка. Василиса. Наша семья. Папа Сергей Бирюков. А ты работать санойте не можешь. Они взяли себе и придумали. Надо так вот учить. 26 лет. Грузчик. Анна Логинова. 35 лет. Домохозяйка. За домохозяйство ей просто ноль. Дочь. Лилия. 16 лет. Сын. Николай. 12 лет. Как моя Василисия. Обязанности жены. Я даже боюсь читать. Обязанности мамы. Всегда быть красивой, сексуальной и в хорошем настроении. Это легко. Просто. Но после таких игрушек точно настроение поднимется. Проводить вместе с папой тренинги и консультации. Я надеюсь, мне это не придется делать. Следить за чистотой полов в квартире. Расберемся. Забота о чистоте и порядке в квартире. Для меня это самое легкое. Следить за чистотой и порядком. Ходят с детьми в музеи или театры. Люди, по-моему, далекие вообще от этого. Обязанности. Я человек творческий. Я за этой всей уборкой не могу смотреть. Понимаете? Для меня другое. Для папы уже страшно. Удовлетворять мамину сексуальные желания и потребности. Боже, сколько у них секс. Готовить вкусно и с душой. А что это мама не готовит? Обязанности папы. Зарабатывать деньги. Это он молодец. Проверка уроков у детей. Папа уже дважды молодец. Семейный бюджет. Понятия не имею. Деньгами заведует папа. Мама в них практически не нуждается. Класс. Семейный бюджет 2000 рублей. Это на неделю? А что можно купить на 2000 рублей? Задание для мамы. Если на месяц какая-то вечериночка, не отказывайся. Надеюсь, я на эти вечеринки не попаду. Командный тон недопустим. Один раз прикрикнуть можно. На кухню не лезь, даже если борщи твой конек. Меня кормить, что ли, не будете? Задание для мамы. В доме должна царить уют и чистота, а на столе должна всегда находиться вкусная еда. Вы серьезно? Ну, представьте, насколько у людей мир разный. Мы живем на одной планете, и просто глубочайшее разделение между нами. Между вот этой девушкой и другой. Для девушек, у которых нет зубов, одна чистота, или она кажется, что просто она идеальная хозяйка. И для другой. Но вот мы же с вами люди вроде бы не глупые, да? Мы же прекрасно понимаем, ну, как бы, чей мир, ну, как бы, реальнее. Чуть сына кататься на коньках. Я не умею кататься на коньках. Раз в неделю помогать бабушке по хозяйству. Только у них вместо коньков эти осколки от бутылки с шампанским. Чисто к ботинкам прикрепляют и катаются. Да, судя из заданий мамы, я сюда приехала хорошенько попахать, та-да-да-дам. Судя по написанному, я начала действительно опасаться того, что будет происходить. Но сбежать не получится. Семья Бирюковых уже спешит познакомиться с новой мамой. Чё? 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Я Аня. Я Коля. Коля. Коля, очень приятно. Дети-то приятные, на самом деле. Дети-то и не виноваты. Вот, блядь. Прикол в том, что дети на это смотрят, они думают, что это нормально. Наш пап. Здравствуйте. 26 он вообще не выглядел. Он выглядел лет на 40. Я немножечко нервничаю. Да. Здравствуй, меня зовут Аня. Сергей. Очень приятно. Взаимно. Жду сплавим куда-то. За неё не беспокойся точно. А где? Далеко? В Санкт-Петербурге. Ой-ой, ничего себе. Ей повезло. Я, конечно, за неё обрадовался, потому что ей нравится там ходить по музеям, по выставкам. А новая мама не понравилась. Во-первых, у неё прическа не очень и очень вызывающее платье было. Бэ. А у вас дети есть? Бэ. Бэ, бля. Вот ты ещё так проделаешь, что ты как раз превратишься в того, кто эти звуки издаёт. У нас одна дочь, ей 12 лет. А муж чем занимается? Вы чем занимаетесь? Детки, запкните уши. Мы секс-коучи. Чё это такое? Не сталкивался. Мы прокачиваемся. Ага-га-га. У людей в теме взаимоотношений и секса. Я ни хрена не понял, конечно. Я думал, что она какая-нибудь там проститутка или ещё что-то, что она занимается в порнофильмах. Может, в Питере... Ну, попроси совместную съёмку. Калабу замути. Умный, блядь. Её временный муж объяснит подробнее. Сергей с Василисой уже спешат на встречу с новой мамой. Давайте знакомиться. Анна. Сергей. Очень приятно. Здравствуйте. Это Василиса. Очень приятно, Василиса. Вкусняшка в чаю. Благодарю. Да, контраст между моей Аней и новой Аней дикий. Блин, ну ладно, поживём, посмотрим. А это мамы на портрете? Это Аня, которую забыли полить. Два дня без воды стояла. А рисовал кто так замечательно? Это один из благодарных клиентов. А что за благодарный клиент? Мы занимаемся. Членописец, блядь. Какая разница? Это секс-коучинг, да, то есть это тренинги и по отношениям. А ничего, что при ребёнке? Ничего, она достаточно взрослая. А, это нормально, адекватно, да? Да, конечно. Скрывать свою деятельность от ребёнка – это странно. Такие темы обсуждать при ребёнке, но это вообще семья извращенцев, по-другому не скажешь. Куда попала наша мама? Ваша мама. У неё хорошее половое воспитание. Ну, я не знаю, на самом деле, нормально ли при ребёнке это обсуждать. Но секс-коучи, я думаю, она не маленькая, но она не выгодна для нас, она постарше выглядит, если честно. Но при этом, представьте, какое у неё это воспитание. Ну, как бы, есть плюсы, есть свои минусы. Так всегда, не бывает никогда идеально. Попала в рай на первом этаже в городе Москва. Хорошо. Тем временем Аня уже с головой погрузилась в райский быт чертановской трёшки. Лиль, давай ты помоешь посуду, а я почищу картошку. Только вот эти макароны нужно выбросить, они уже не годятся. Расскажи мне что-нибудь о маме своей. Сейчас она на момент не работает. А давно она не работает? Бля, я смотрю на всю эту плиту, всё. Я бы не стал готовиться, я бы уже начал убираться. Я бы не уснул, пока не убрался, бы здесь везде. Работает. Ну, месяц. Я просто, посмотрите, бля, бегает муха, таракан, там прям... Я ещё искал в хорошем качестве видео. Теперь жалею об этом. А для этого кем работала? Для этого она работала помощником директора. А что бы ты в своём... Директора чего? Свалки? Маме поменяла. Её внешний вид, скорее, потому что мама не особо за собой следит в последнее время. Как раз они познакомились здесь с Серёжей, после этого они жили два года, и после этого мама перестала с собой ухаживать. А Сергей не родной твой, да? Нет. Получается, вы все, да, не родные дети? Серёжа как папа хороший? Он хоть нам и не родной, но очень много делает для нас. То, что он воспитывает детей не своих, это достойно похвалы. Сколько не мылась у вас плита? А последний раз мы как раз неделю назад мыли. Лидерская. За неделю? Может, она в часах не разбирается? Всё-таки ребёнок. Живень, а мухи, тараканы. Ты уже привыкла и не обращаешь внимания? Я не привыкла. Не можешь привыкнуть, да? Так много, это возможно привыкнуть. Да, я их очень боюсь. Здесь не особо вообще приятно. О состоянии квартиры Аня решила поговорить и с новым мужем. Это твой домашний секс и наряд? Да, обычный наряд. Как ещё сексуальный? Всё, присаживайся, давай едем. Давай, ладно. Спасибо, тебе тоже приятного. Знаешь, я за целый день тут навидалась. В таких условиях, ну, для меня неприемлемо жить. Некомфортно. Ну, понятно. Фифа какая-то там питерская, крутая там, типа, или ещё что-то. Очень много высокого мнения себе. Нам как-то... Ты чё, мудак, блядь? Ты чё, сам не видишь, что это разруха ужасная? Фифа. Тряпку, блядь, просто купи тряпку себе и воду. Тоже, ну, неудобно за всю эту ситуацию. Там, тараканы, мараканы, мухи. Травили много раз, но, правда, не получается на самом деле. Я не знаю, это... Не, ну, есть подозрение о том, что они живут на первом этаже, и, скорее всего, у них мусоросборник где-нибудь рядом находится, и поэтому тараканы оттуда лезут, или там из подвала лезут, там, и так далее. Но всё равно, что это ненормально. Блядь, жалобиться на таракан, это антисанитарий дома, у вас дети дома. Вы, в конце концов, там сами живёшь, ты живёшь, там тебе 26 лет! Это просто стало. Всё равно, так или иначе, ты должен поддерживать чистоту. Всё, я просто абстрагируюсь, я буду сейчас просто по-другому на всё это смотреть. Более, когда у тебя дети дома. Санитарные нормы у всех свои. А что насчёт нравственных? В Питере Сергей как раз решил посвятить новую жену в детали семейного бизнеса. Ну, тебе тоже могли бы стол себе купить уже, блядь. Её-богу, всё есть, секс есть, а ты стол себе купить не могут, блядь. Или что, вытрахали стол, что ли? Мы занимаемся обучением людей не просто сексу, а в том, как взаимодействовать друг с другом так, чтобы вам всегда это приносило удовольствие, независимо от того, что вы общаетесь или гуляете. Потрясающая профессия. Боюсь, что мужу это не понравится, потому что он на эти темы, в принципе, не разговаривает. Для него это будет просто шоком. Наверное, ты устала? Так, средне. И неплохо определиться хотя бы с местом твоего ночлега. Надеюсь, не на коврике, а в коридоре. Вася, спать со мной, а ты будешь спать в комнате Василисы. Ну, хорошо. Слава богу, хоть это, спать отдельно, а не на этом большом х**одроме, потому что это неудобно ещё. Когда стало неудобно спать на большой кровати, а? Мало ли что. Самое главное, ночь не упасть. Значит, такой, блин, ночью никто не кусал, так неудобно было. Первая ночь на новом месте пролетела незаметно, и Аня, кажется, наконец почувствовала себя как дома. Тишина-то какая. Дрыхнуть, что ли? Ох, блин. Так, чем позавтракать, что у меня тут вообще есть? Здесь ничего не оставили. Так, понятно, кормить меня не собираются. Эй, папаша, я есть хочу, дичь, волчь. Там холодильник. И чего? Мы же брать всё, что тебе нужно. Неси, пожалуйста, энергетика в ванночку, если тебе не нужно. Вот ещё один фанатик энергетиков. А где он валяется? В холодильнике. Я с утра энергетик, мой желудок бы запищал сразу. Не успев открыть глаза, сразу дайте, подайте, принесите, унесите. Я такого. Вот мне на самом деле утром будет тяжело всё, какие-то эти тяжёлые продукты какие-то. А вот люди, которые вот с утра встали, сигаретку, взяли, кофе. То есть мне сразу херово встает. Там, мне сразу глава закружится, я упаду. Ещё кофе, облиюсь там всё полностью. Энергия тоже самая. Вот, мне спокойненько так, стаканчик водички, желательно тёпленькой. И яичко так, по сумке. Всё. А если я даже запах сигарет понюхаю с утра, если утром проснулся, всё, у меня голова кружится, начинает. Вот, я не знаю, как вы с этим справляетесь, кто вот курит по утрам. Ну, для меня это жёстко вообще. Приёма не ожидал. Спасибо большое, ты прекрасная женщина. Да, а ты ужасный мужчина, который не может накормить женщину. Там всё готово, надо только подогреть. Замечательно. Замечательно. А на чём греть, если там мультиварка? Там микроволновка есть, ты вообще глаза разуй. Сейчас я встану. Ладно, я тогда пойду полы, что ли, помою. Помою, помою. Утро просто ужасное. Меня бузят криком. Это для меня абсолютно непривычно, неестественно, ненормально. Здесь всё просто. Холодильник. Всё, что есть, всё можно брать. Там один фаскал. Вот, это приготовлено вчера. Здесь мясо вместе с овощами. Свежая еда должна быть. А это вчерашняя еда. Вы свои макароны, блядь, видели, нет? Откуда такой гонор, я не могу понять вообще. Я в шоке вообще с этого. Если тебя не устраивает вчерашняя еда, жди сегодняшнюю. Ты давай поживей, что ли. У нас никто не кричит дома. Всё выясняется на уровне простых вопросов и диалогов. А способен ли тихий и спокойный голос Анны разбудить московского мужа? Серёжа, Серёжа, просыпайся. Да, да, сейчас встаю. На работу, кора. Я пойду завтрак тебе приготовлю, а ты приходи, одевайся. Когда она начала меня будить, мне, конечно, это не понравилось. Она каким-то шёптом говорила, как будто возбуждает что-ли, или ещё что-то, но не будет. Возбуждает. Просто озабоченный, блядь, орк. Не, не, я это с собой беру. И всё? Да, я никогда утром не завтракаю. Всё хотел сказать. А, вот это бельё есть тогда, постираю. Ладно, и полы, и помой. Во, то, что самое главное. Хорошо, я всё сделаю. Перспективка на день абсолютно никакая. Но никто не обещал лёгкой жизни. И отправив детей в школу, Аня принялась за уборку. Столь грязные квартиры я бы в жизни не видела. А то, что швабры нет. Можно снять хороший тик-ток. Ты чё, блин, давай-давай. Это вообще для меня дико. Такой, как я давно не копалась. Мне пришлось выгрести всю грязь. И вот она убирает не чужую квартиру, а она просто убирает для себя, чтобы глазу было хотя бы комфортнее, чтобы сесть было приятно. Которая была в этом доме. Это было настолько ужасно, что я не могу передать эти слова. Чисто я, короче. Проходи. Давай ты кроссовочки пока снимешь на этом самом, пусть они подсохнут. Да, хорошо. О, как чисто. Вы убрались? Как видишь, я ещё в вашей комнате. Я просто чихнула, малой. Надься прибралась. Огромное вам спасибо. Несмотря на тот ужас, который у них творится в квартире, детки просто золотом. Ты оценил мои усилия? Мне очень приятно. Скажи мне, пожалуйста, а как часто мама стирает бельё? Очень часто. Мы не можем пока починять машинку, и мама стирает грешную. По какой причине вы не можете постирать? А там шланг. С папой разберёмся сегодня по поводу этого шланга. Это издевательство над его женой. Я переборола себя, естественно, и постирала бельё. И потом мы с малым пошли его развешивать. Клево. Она вообще легенда, я бы сказал. Вообще низкий поклон этой женщине. Вообще. Просто шланг. Пошла, иди купи шланг. Всё, оставим и стираем. Как холодно. Сейчас, малыш, подожди. Вот так. Спасибо. Держи, нет, и держи, няня, отпускай. Я не понимаю, почему у людей находятся деньги на телевизор, а на шланг нет денег. Пока в Чертаново сливают воду после стирки, в Питере Аня в ожидании завтрака решила использовать ванну по назначению. Ой, прям королева. А дома меня бы уже выгнали из ванны, сказали, не хер валяться. Кто бы выгнал тебя? Мохи бы выгнали или кто? Вали, полы драй. Дом у нас ванна, но особо я ванну не принимаю, как-то времени нет, всё бегом, бегом, бегом. Душ сходил, и хватит. А здесь прям кайф. Другой человек просто. Из пены морской прям к столу. Точнее, просто на кухню, ведь обеденного стола в семье Велес нет. Может, пойдём в комнату покушать? Нет, я как-то привыкла на кухне. В комнате как-то не очень есть комната, для того, чтобы отдыхать и не кушать. Ну, мне там привычно. Меня извини, но я там повезла. Я что, тут одна должна стоять ездить? Ну, стоя одна, тебе комфортнее. Нормально так все ушли вообще. Ох, кошмар. Ай, горячая. Все дёсна обожгла. Ой, у нас, конечно, принято, чтобы все дружно сели, поели, обсудили планы на это. Здесь вообще каждый сам. В Варсе семьи только один план шланг купить. Всё, всё. Тем временем в Москве Аня всё приготовила к семейному обеду. Тем временем в Москве они всё приготовили, что возможно, из картошки. Вот что могу сказать. И еду, и список претензий к новому мужу. Аня, ты что суп готовишь? Рагу. Чего? Рагу у нас. А что такое? Сейчас увидишь. Пахнет вкусно. Попробуем. Когда я зашел домой, да, я увидел, что чисто, убрано. Конечно, я такого не ожидал, думал, она правда белоручка какая-то нежная. Но было на удивление всё это сделано. Как на работе? Встал. Много работ с ним было. Что-то работа уже захотелось в Ленин. Ну, я тоже была много работы. Да? Я помыла полы, я постирала бельё, я намыла детскую комнату. Видел, да, чисто. У вас даже нету перчаток в доме. В смысле видел, да, спасибо большое. У нас дома так никогда не было чисто. А посуду мыть теперь надо перчаток делать? Нет, мыть пол. Сахаром расстаешь от того, что ты помоешь полу без перчаток. Что будет в своём рукаве? У меня могут болезть бородавки в конце концов. Ну, не знаю, у нас не лезут пока, слава богу. Для меня. Руки привыкли к такой санитарии. Ты так говно можешь сжать, ничем не заболеешь. О, это абсолютная норма, то, что они ковыряются своими руками в этой грязище. Это просто безумие. Ну, как можно обходиться тряпочкой? Это вообще прошлый век. Стирать бельё руками я больше не намерена. Ну, это не в моих силах. Можно вызвать мастера и пусть он починит. Наверное. Посмотрим. Да, это будет прекрасно. Чтобы не спорить с ней, не ругаться, я просто согласился всё это сделать. Но это пустая трата денег. Моя Анна как бы стирает и ничего. На хера тебе стоит эта посудомоечка? Ты чучела? Ты реально чучела! Чит, а она вот так вот сразу с воду. Фифа. Это белоручка прям. Видел бы ты сейчас свою жену Серёжа. Как истинная питерская Фифа, Анна в сопровождении временного супруга отправилась на променад в соседний ресторан, где работает подруга семьи Велес. Привет! Привет! Ну, хороший. Привет! Ольга! Очень приятно. Здорово, без Тани. Смотрите, ребят, присаживайтесь. Отлично. Уже еда. Блин, сервис какой. С утра мне закатили скандал о том, что нет свежей еды. Я решил отвезти её в ресторан и заодно познакомиться с подругой. Оля – это наша самая, наверное, близкая подруга. Мне было интересно посмотреть, как они могут найти какой-то общий язык, да, получится у них или не получится. за новую жену Сергея. Спасибо. Ты ела когда-нибудь сырое мясо? Что-то сырое мясо, фуа. Нет, я вообще сырое мясо не ем. Прикольно. Два раза в жизни была в ресторане, и то на свадьбе, у знакомых. А так, в принципе, по ресторанам, ну, мы с семьей ни разу не были, и не ходили, и не с мужем, и не с детьми. Вот мужа не жалко, детей вот жалко, да? Потому что они даже, скорее всего, в Макдональдс не ходили. У меня это непривычно. Ну, наверное, уже заметила, да, разницу между семьей и вашими. Ну, у нас по-другому. У нас встают рано. У нас не кушают в комнатах. Чему? У вас жесткие условия? Ну, вы жестко держите всех, кто живет. Нет, ну, мы не жестко, но просто если... Ну, это тоже оху... А что, вы видели разницу, да? А что, жесткие условия? Вопросы как-то можно тоже поспокойнее? Каждая будет есть в комнате, я буду с тряпкой убираться круглосуточно. Хочу заметить, ты мне вот так нравишься куда больше, чем утром, когда был крик, некое недовольство. Ну, у меня был шок, потому что меня никто не накормил. Культурный, да? Ну, по сути, все вопросы, которые ты мне задала в виде крика, их можно было задать в виде простого вопроса. Ну, раз такое дело, Ольга решила приправить ужин еще одним простым вопросом. А сколько тебе лет? 35. Не дашь? Да. Да. Даже больше. Извини, да. Нет, я нормально отношусь к критике, поэтому... Это не критика, нет, они с моей стороны немножко некорректные, но выглядишь ты очень... Надо добавить джинсы. Очень уставший. Ты дж... Да кто такая вообще? Ты с чем, блин? Что за подруга? Ты с кем, кого привел там, блин? Сатана в кожных штанах! Тяжело, да? Вообще все это переваривать, принимать. Ну? Не, нормально все. Не плачь, успокойся. Все хорошо, мы... А ты, может быть, рот просто закроешь, и будет нам более-менее нормально всем? Ты для этого здесь и участвуешь. Ты увидишь другую... Не, нормально, нормально. Ты увидишь другую жизнь, ну, дай я тебя обниму, ну, не плачь. Да нет, блядь, самый натуральный абьюзер, или кто там, газлайтер. Как это сделать? Как, блин? Ну, типа, вы все равно что-то гораздо эрудированнее, да? Это, мне кажется, чистый абьюз. Нормально, нормально. Сейчас это все пройдет. Понимаешь, что не так все и хорошо. Задумывалась о своей внешности, что, блин, надо немножко за собой последить. В Петербурге романтичный ужин превратился в вечер откровений, а в Москве в семье Бирюковых типичный досуг – проверка уроков у младшего сына. Так, Оль, что там у тебя с уроками рассказывают? Во, оценки выстроились, смотри-ка. Математика. Четыре. Музыка. Три. Смотри у меня, понял? Че ты не мог за всеми успевать или че? Я не смог, просто быстро диктовала и быстро слайды переключала, а я… По музыке три можно получить разве? Еще за это лещат хватить? Бля, вообще как с пацаном несправедливая жизнь. Он еще в таких очках ходит. Ну ты че, не мог что ли видеть, все успевали, а ты, р***, нет, да? Это раз в тетради, можно материться, орать, да? Можно, да. А почему нет-то? Он будет так же делать уроки, как я ему скажу. Топли не надо жевать. У меня просто нет слов. Я не хочу. Я не могу, это, типа, знаете, такая тихая мразь. Вот она живет в своем тихом уголке, да, размножается, но даже не его, даже дети. И у него есть какая-то небольшая позиция силы, и он пытается доминировать. Хотя у самого вообще ни хрена, ничего нету, просто, ну, кроме, грубо говоря, каких-то сил там, да, физических. Отсутствие мозгов, отсутствие амбиции, смекалки, да, и какой-то эрудиции. Бля, дождевой червь, наверное, умнее, чем он, да, и же поприятнее будет. Больше ничего видеть, не хочу ничего слышать. Сергей повел себя просто низко. Колю было очень жалко. Он очень хороший мальчик, он старается. Она абсолютно не заслуживает такого быть. Конечно. Как этот человек, как бы, да, может мне что-то проявлять и говорить, что я воспитываю неправильно своих детей. Мама была с ними очень мягкая, как бы, и они учились на двойке. А когда я стал с ними жить, стал построже чуть-чуть с ними, и они стали учиться на четверки, пятерки. Видимо, из-за страха, потому что, потому что, а матери похер на себя и на детей. А дети маленькие, что они учатся, их никто не проверяет. Вступил третий день проекта, и в Петербурге Анне предстоит воспитать в себе немного смирения и терпения. Сегодня тренинг. Тренинг? Ну, да. Он будет на тему секса. Ну, такие темы. Ну, я буду в основном вести, рассказывать, да, ты будешь как бы помогать мне участвовать в этом процессе. Просто уже страшно от этого. В этой групповухе участвовать не буду. Самая отвратительная затея. На ванну не ввозь. Ты там, главное, не шепелявля. За свою садишь. Кошмар вообще. Что в этом такого? Чем плохо секс? Я понимаю, есть плохой секс, но хороший, чем плохо? Не знаю, не знаю. Плохо, что он заканчивается. Побыдешь на тренинге, поучаствуешь, посмотришь, и потом у тебя будет хороший секс. Пока Аня отправляется выполнять компрометирующее задание по уставу, у московской жены никакого разнообразия. Всех разбуди, накорми, задание от мужа получи. Надо же к бабушке съездить, помочь ей. А Лиля пусть тогда остается здесь, сделает все дела. А Коль, тогда бери и к бабушке съездить. Ну ладно, как-нибудь справимся. Все, это хорошо. Только аккуратно. Обязательно. Пошел я на работу. Так, не забудь. А еще и кушать надо приготовить. Так, что я куплю прогулку. Обниматься не будем? Нет, целоваться тоже. Удачного дня, я пошел. Спасибо большое, целей будем. Первый раз за два дня Аня выбралась из дома, но пять минут ходьбы прогулкой не назовешь. Это бабулья. Здравствуйте. Здравствуйте. А я вам приехала помочь. Убраться. Не надо, не надо, я сама. Единственное, могу вот так вот с женщиной-женщиной поговорить. Бабушка не пустила нас в дом, но при этом, стоя в дверях, она с удовольствием поделилась своим мнением приятным о Сергее. Я неприемлю этого дяди тяжелее, я просто не навижу. Всех внуков построили против него. Я всегда ходила за ним. Видимо, бабушка-то не в лучших условиях живет, чем дочка. В садик покупала, что-то. Помогали, как могли. И потом он меня выглядел. Я ушла, я больше уже никогда туда не приходила. Я разговаривала с детьми, они как бы, ну, ничего такого плохого не говорят о Сереже. Я не знаю, насколько можно верить бабушке. Может быть, какая-то доля правды в этом есть. Это было очень неприятно. Пока одна Аня пытается переварить полученную информацию, другой Ане в Питере только предстоит узнать много нового. Сегодня мы будем говорить о женских оргазмах, откуда они берутся, какие они бывают, как их можно улучшить и... Вот это прям основная за оргазмом пришла. Жила-жила, теперь узнала, мне надо искать его. Каким способом это влияет на ваши отношения? Или вот это вот хорошенькое прям. Можно мужика смотреть и уже все оргазмирует. Нет, нет. Есть такие своеобразные эрогенные зоны и они расположены по всему телу. Оргазмы, про которые в принципе вообще не разговариваем. Как при людях такое вообще можно говорить. ни стыда, ни совести. Поговорим о сексуальном возбуждении, да? Бля, у тебя секса нету в жизни. Понимаешь, уже давно-давно. И у тебя потрясающая возможность есть, ну как-то, чему-то научиться. Вы оба два взрослых человека. Чего ты стесняешься вообще? Вы, причем, не разные прям поколения сильно. У вас два года разница. У вас... Ты живешь даже в Москве, грубо говоря, там. И где-то там, не знаю, в Ульгуйске, в Подольске, там, что-то такое где-то очень далекое. Нет, нормально. То есть нам надо простимулировать мучуэрогенный экзот. Вот это я на тебе сейчас покажу. Нет, спасибо. Вставай. Я буду на тебе показывать. Моя любимая поза вертолет. Нет, может, не надо, а? Блин, это бред вообще. Я сейчас просто людям покажу и все. Какие вы знаете эроген? Черт, все вот так сидят. Все прикрывают свои ЭОГ-ные зоны. Я тебе че? Анатомия, что ли, подходящая? Естественно. Наглядный материал. Бред какой-то несешь. Всех спалили. Все пришли за оргазмом, блядь. Всех узнаем на улице. Начинается сексуальное возбуждение. Расскажи ты мне, с чего оно начинается? Охрен его знает. На пальцы. О, блядь, горячий, горячий. И зубы, и прическа, блядь. Покажи, как ты добиваешься возбуждения посредством стимуляции своих пальчиков. Шел бы ты, я... Я отсюда пошел. Успокойся. Успокойся. Я должна при всех. Да, надо говорить об этом. Люди надо, люди должны говорить об этом. Я буду сейчас красной, как рак. Давай, просто посидишь, посмотришь, послушаешь и увидишь, как это происходит. Ничего криминального в этом нет. Ничего пошло, просто она не зажата. Соответственно, надо немножко раскрепоститься. Надо пробовать новое, надо вспомнить про то, что она женщина. Смущенная Анна согласилась вернуться в аудиторию только в роли зрителя. Новую ассистентку Сергею пришлось выбирать из зала. Уши классные, эрогенная зона, тут очень много всего можно простимулировать, протрогать. Здесь важно как бы делать приятно, но ни в коем случае не раздражать. Показывать затылочек, что на затылочке оказывается у нас эрогенная зона, блин, как в жизни не подумал бы. Но теперь хотя бы буду знать, где ее искать. И пятка, блин, и локоть, и вообще, конечно, сначала это стыдно, неудобно, некрасиво, но, блин, оказывается очень даже интересно. Ну, послушала хоть. Чего ты испугалась? Ну, страшно было. Просто непривычно, что на такие темы можно вот еще и скупать, а можно вот так говорить, понимаешь, можно при этом еще с юмором говорить, можно весело это показывать и давать ценную, действительно важную информацию. Ну, есть полезная информация, есть о чем задуматься, конечно. Давай собираться, потому что тоже сегодня планируют зайти, друзья. Я думаю, что мы в игры поиграем, и все. Надеюсь, не в сексуальной. А в Москве тем временем Аня взяла детей на каток, чтобы выполнить задание по уставу и научить Колю кататься на коньках. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, можно меня отпустить? Коли сюда ли розовые коньки, ну, вы что вы, парня, добиваете вообще? Нет, подожди. Поеду. Колю, Колю, не падай, не падай. Во, моя школа. Аккуратно. Вот как мама потеряла зубы, я теперь понял. На льду. Наверное, в хоккей играла, в спарринге там, просто кем-нибудь. Да, да, Ирюха. Коля. Я за каждым углом падаю. Давай, стерва. Оп. Сейчас, я хочу. Останавливайся. Тихо, тихо. Я не справилась, наверное, с этим заданием, научить Колю кататься на коньках, потому что, по факту, я катаюсь хуже него. Стоять у бортика, конечно, безопаснее. Ну, покатались, и ладно. А заодно можно и обсудить насущные вопросы. Сегодня мы заезжали к бабушке, вот, немножко пообщаться. Ну, так, были какие-то вообще причины, чтобы обидеться на дядю Сережу? Сомневаюсь. Дядя Сережка не всегда нормально относился. Пытался к ней как-то найти подход, чтобы с ней нормально общаться. Ей не нравится дядя Сережа, поэтому она всегда пытается всех настроить против него, наговаривает на него. А почему ей дядя Сереже не нравится? От него там плохая энергетика или что-то такое. Да, она пару раз так говорила. Все, он плохой. Ну, энергетика от него, правда, не очень хорошая. Но аргумент, ну, так себе, блядь. Хочу с него вообще никак общаться. По факту я поняла, что дети выбирают Сергея, а не бабушку. Они с ним очень хорошо общаются, они к нему тянутся. Детей не обманешь. Ну, детей не обманешь, но все равно что-то это тоже грустно, потому что, ну, как бы, не с чем выбирать, наверное. И вот, как бы, и это, наверное, лучшее из худших, вот так скажем. В Питере тем временем встречают гостей. Здравствуйте. Это Саша. Это Лиза. Это Аня. Она, собственно говоря, вместо Ани. Ты туда залезай. Прямо залезать, вечеринка, короче, будет, да? Ну, слушай, удобно. Очень удобно. Давайте тогда за встречу. Давайте. Что за прикол? Что вы бухаете на кровати? Ну, посмотри, поставь на кухню стол, да вообще кучу вопросов решит. Ну, я бы уже напрягался, на самом деле. Я все таки думаю, все, я попал. У нас фингер-пати. Все, мы сейчас бухаем и, видимо, что-то начнет за рост. Сколько дней ты уже здесь? Что-то я уже не так потерялась. По-моему, на третий сейчас пошел. Ну, да. Что уже успело произойти с тобой? Сегодня мы были на тренинге. Да, мы вели тренинг вместе. Я была в шоке. По вашей специализации? Да, конечно. Мы же живем жизнью Ани. Я предлагаю поиграть в игры. Я никогда не. Давайте. Это что за игра? Тебе понравится. Я никогда не занимался с двумя разными людьми в один день сексом. Детьми или людьми? Та-дам! Отлично. У меня когда было? А ты так лучше? Ты когда-нибудь занималась сексом с двумя разными людьми в один день? Или час? Ну и этого не было. Чего не было, того не было. Целовался ты впервые в жизни из игры в бутылочку? Нет, он был помидором. Помидором? Жарковато, да? Раздевайся. Ты бы еще 8 кофт одел снизу. Дурачок, блядь. Прографировал ли ты себя голым? Сам себя? Да. Не часто. Никогда. Это не получилось. Это слишком некультурно. Я никогда не представлял в эротических фантазиях девушку-друга или парню-подруге. Да. Ты вот так вот представляла? Отлично. Вот здесь был шок, потому что игры такие, что на полную откровенность. Я людей первый раз вижу и еще что-то им откровенно рассказывать, показывать. Как-то не очень. К Аниному счастью горячая вечеринка подошла к концу. Теперь можно поговорить на приличные темы. А завтра смена правил. Я на чего придумала? Я на самом деле за эти дни почувствовала, что я не смогу придумать правила. Потому что у вас как-то все так хорошо получается. Ну как бы ничего даже менять в принципе в таком укладе жизни не надо. Приятно. Стол. Стол. Кухонный стол. Слышать, можешь конкретизировать, потому что мне тоже очень интересно понять, что тебе именно понравилось. У вас никто не кричит, никто не орет. У вас чистота, порядок. И как-то это все вот так гармонично, действительно, как нотки. Семья. Ну и что будем делать с правилами? Хоть это отступление от правил. Давай ты попробуешь какие-то свои, наверное, правила выдвинуть, потому что интересно пожить по вашим правилам. Ты и так по ним жила. Ничего не делала просто. Она, походу, просто глупая. Пробую, конечно, придумать что-нибудь. Уже поздно. Надо выспаться и подготовиться к этому. Как бы Ане еще не пришлось пожалеть о принятом решении. Наступил четвертый день проекта, и в Москве Аня Велес точно не готова уступить свое право временному мужу. Настал день смены правил. Я их пригласила в парк скульптур. Потому что Аня очень любит искусство, как я поняла. И детки ее в этом поддерживают. Осталось только подтянуть Сергея. Дорогая моя семья, я три дня жила по вашим правилам. Сейчас мы будем менять их и будем жить по моим. Это уже интересней. Когда я пришла к вам в дом, я испытала эстетический шок. Эта обстановка в доме нагнетает только депрессию. И находиться в такой атмосфере невозможно. Я хочу, чтобы мы наконец-таки это исправили. Эта скульптура у меня ассоциируется с эстетикой. Первое мое правило – эстетика в доме. Сергей, дети, вы принимаете это правило? Да. Эстетика? Не, не слышал. Я считаю, что это баловство как бы только у богатых бывает. От лукавого добавь все будет. Я согласился с этим правилом, потому что просто было еще и холодно к тому же. Что вы видите на этой скульптуре? Маму с ребенком. Основное здесь? Ребенок. Ты, конечно, большой молодец. Ты воспитываешь детей. Я хочу, чтобы ты был более лоялен к детям. Следующее мое правило – никакой грубости к детям. Ты принимаешь мое правило? Подумать можно? Нет. Принимаю. Другое воспитание не работает, а мое точно стопудово работает. Чтобы не расстраивать своих детей, я с ним согласился с вторым правилом. Что вы видите на этой скульптуре? Парочку обнимашки. У них полное взаимопонимание, так? Ну, наверное. Ребят, вам было бы приятно, чтобы дядя Сережа проводил с вами время, ходил с вами в музеи, театры? Да, очень было бы приятно. Мое правило – общий досуг и творческое развитие. Я принимаю правило. Для него это вообще все цирк. Он соглашался на все, что я говорила, чтобы я просто отстала. Главное, что согласился. Теперь обратной дороги нет. Тем временем в Питере впервые за время проекта муж озвучит новые правила для жены по обмену. Пока дочь в школе, Сергей привел Анну в весьма специфическое место. Я позвал Аню в музей эротики, потому что ее очень пугает тема секса. Я привел тебя в это место не случайно. Я так и поняла. Оно символизирует, на мой взгляд, отношения между мужчиной и женщиной. И первое правило – женственность и сексуальность. Я хочу, чтобы ты была именно такой. Ну, ладно, попробуем. Надо быть не серой мышкой для мужа, а как-то его заинтересовывать, заинтриговывать, быть симпатичной, красивой. Следующее правило – это раскрепощение. За эти дни я заметила, что тебя очень пугает тема секса. Ну, есть немного. Надо, наверное, немножко выйти за привычные рамки. Ты принимаешь это правило? Да, я принимаю. Это будет что-то за зону моего комфорта. Ну, будет интересно, в принципе, попробовать. Может быть, даже получится. Ну, если не получится, я хотя бы попытаюсь. Ну, молодец. Следующее правило связано с вашим досугом. Вам с мужем надо найти обязательно то, что вам нравится обоим, и вы будете оба делать с удовольствием. Что-то новое, неизведанное. Я вручаю тебе эту маску. Ты принимаешь это правило? Принимаю. Муж еще такой – бе! Муж напугается, когда я выскочу. На следующее утро Аня продолжила идти против правил и решила сама приготовить завтрак. Привет! Как дела, Василис? Хорошо. Тут уже каша в процессе. Ты рада? Да. Я решила вам сюрприз сделать по поводу совместного досуга. Сегодня кое-куда пойдем. Я еще на тебе потренируюсь, а потом будем сможем. Не буду я постренируюсь. Ну, не бойся, это ничего такого. А я? Василис, поедешь с нами? Ну, тогда ладно. Да, поедешь. Ну, ты собираешься, сейчас минут через пять уже будем кушать, и как раз ноги в руки и вперед. Аня стала более милая, добрая. Со мной она прям хорошо так обращается. А еще Аня решила пересилить себя и позавтракать вместе с семьей в спальне. Вообще, ничего. Сойдет? Как же за это? А, там, где-то на диване же спала. У меня детский сад. Василис? Все как? Что-то у тебя мордашка кислая. Я всем курятку ем, поэтому мне непривычно. Тебе не нравится? Мне нравится. Да? О, это супер. Может, добавочки? А у нас время есть? Ну, в принципе, еще по добавочке мы успеваем, а потом надо прям бегом-бегом-бегом. Хорошо. Можно. В Москве жена по обмену решила начать день с пищи духовной. Удастся ли Сергею насытиться ей в полной мере? Я рискнула отвезти Сергея в карсинную галерею. Сергея необходимо просто подтягивать к искусству, потому что он кроме своего телевизора ничего больше не видит. Я привела вас в галерею. Да хоть что-то слишком сложно начать, что-то другое-то. Мозаик вот для начала бы или еще что-нибудь попроще. Какие-то разгадываловки, загадки, кассворды, может быть. И современного искусства. А тут у нас Павелецкая. Павелецкая натурщица. Давайте найдем ее. Вот она. Где? Вот она. Это, походу, ведьма с метлой. Ну какая она ведьма? Ты посмотри, какая у нее взяшная рука. Ну не хочу я даже не смотреть. Это что-то степень. Это от лукавого. Это бред у куриной пчелки, наверное, я не знаю. Давай пойдемте в следующую картину. Вот это я могу объяснить. Попа. Ну хоть этот тебе нравится. Попа, да. Какое настроение у тебя при виде этой картины? Челюсть отвалилась на пол у меня. Вот какое настроение. Девушка в ожидании, возможно. Интересно, чего? Боже, бля. Сейчас такими людьми пересекаться-то. Боже. Одежда, что ли? Сергей начал просто все. Шутка за шуткой. И это была такая, ну просто дурость какая-то. Настолько глупо, да. Мне было очень стыдно за него. Это был просто триумф невежества. Короче, Анна, я вообще в этом ничего не понимаю. Это полнейший бред. А, вот это кролик. Это, знаешь, краску вылез так вот. О, ничего получилось. И разрушит его. Было вообще непонятно, что на ряду. У меня один раз тоже было дико стыдно за родственников. Короче, как-то ходили. Ну, приехали родственники в гости далекие. Вот. И такие, ну, погнем, покажешь нам Москву, это что-нибудь такое. А пока я за рулем был, они как бы там прибухивали маленько. Ну, как бы. Я не прям особо культурный человек, но поехал, что ближе всего. Поехали в одну усадьбу. Вот. Была зима. Они там еще уже прибуханы уже были. Вот. И один там был как бы молодой человек. Мы заходим. Он к экспонатам подходит. Начинает их там трогать. Там он говорит, молодой человек, нельзя трогать. Он такой, а что нельзя трогать? Я ему объясняю, там, типа, ну, нельзя, говорю, трогать, потому что, ну, мы не расплатимся. Так это, говорю, историческое достояние. Сейчас какой-то пьяный придурок, говорю, пришел вот этот трогать. А где? И вот я хожу, мне так было стыдно, так было стремно. Я просто смотрел вот эти вот, ну, женщины, которые охраняют музеи, что я не знаю, как правильно их назвать, над смотрищицами. Я смотрел им в глаза, я просто хотел провалиться. Думаю, нахрен я вообще приехал там и так далее. И я сейчас вообще ни с кем, говорю, нет, спасибо. Не все, конечно, родственники у меня такие, но как бы есть и от лукавого. Арестовывай. Даже я бы это нарестовал лучше. Рисуй, блядь. Но тебе неужели ничего не понравилось? Нет. Вообще ничего? Нет, бред полный. Я сделала все, что смогла. Все остальное это на его совести. Пока в Москве к искусству пытаются притянуть за уши, в Питере Аня решила выполнить одно из новых правил – организовать совместный досуг. Я знаю это место, я уже напрягаюсь. Что мы будем делать? Ну, ты сейчас все увидишь. Раздевайтесь. Нет. Ну, короче, нам сюда. Я уже понимаю. Это Сергей, как бы мой муж. Это Василиса, дочка. Это Василиса, но она болеет. Василис, может, присоединиться к нам если захочешь? Мы сегодня с вами займемся бачатой. Это одновременно и страстный, и в то же время романтичный латиноамериканский танец. Давайте мы с вами приступим. Пам. 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 Отлично. За плечиком пошли, за локтем. Пам. Они очень смешно танцевали. Мне кажется, танцоры из них не получатся. Возьмемся друг за дружку вот таким вот образом, да? Просто руки поставляем. В паре очень важный момент – это управление. А если вы другу не будете чувствовать, вы потеряете друг дружку и не сможете взаимодействовать. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Вот куда вот. Обратно уже надо было, да? Давайте, внимание. А, после четырех обратно. Конечно, мы уже выходили тут полчаса. Туда сюда. Туда сюда. Пять, шесть. Смотрите. На раз. На раз, да. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Танцы, они как-то сближают у партнеров. Поэтому, я думаю, надо будет унести традицию в свою семью тоже. Правда, мой муж будет отпираться. Он не захочет. Но я постараюсь ему уговорить. Мы с вами молодцы. Станцевали такую замечательную связочку. Я очень рада была с вами познакомиться. Мы тоже. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. До свидания. Пока. Было весело. Я заметил, что Аня реально с каждым людям меняется. Она начинает смотреть на вещи некоторые иначе. Она раскрепощается. У нее исчезают некоторые комплексы. И я думаю, что она переоценит свои взгляды на жизнь. Есть такое ощущение, что не переоценит ничего вообще. Просто всю жизнь будет об этом раскалывать. Вот так все. Просокс. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 А тем временем Аня в Москве в желании перевоспитать временного мужа пошла на крайние меры. Сергей, я привела тебя в это место не случайно, а для реализации нашего правила. Нет грубому обращению с детьми. Давай мне теперь курточку свою. Зачем? Ну, раздевайся, я тебе кое-что хочу показать. Я убегу сразу, честное слово. Давай, давай скорее. На. Возможно, это будет неприятно, но я надеюсь, что ты оценишь. Теперь проходи вниз и наслаждайся. Больше всего меня волновало второе правило. Нет грубому обращению с детьми. И я хотела бы, чтобы Сергей поменял свое отношение к ним. И я решила обратиться к съемочной группе. Попросила их сделать нарезку с того дня, когда он проверял домашнее здание у детей. О, очень хорошо. Она классно придумала. Я думала, сейчас его будут наоборот унижать. А тут прям здорово. Я тут же что посмотрел. Это дебил, что ли. Ты понятный. Это дебил вырастешь. Что ты, ***? При этом она ничего не поняла. Ну, а что такое? Обычное видео. Что я должен произойти? Нет, отсталый, что ли? Сядешь и будешь писать, ***. Понял? Вообще дурак жаркой. Где ты пишешь? Это дебил, что ли. Ну что, как эмоции? Ничего. Тебя совсем не тронуло? Хорошего не увидел. Ты вообще слышал, что ты говорил? Ты за одну минуту проговорил 20 раз слово дебил. Это много, кстати говоря. Тебе не кажется? Для дебила это очень много, кстати говоря. Да, честно. Раздавать за трещины. Нет, за трещины, да, я пересмотрю, не буду. А вот то, что покричать, да, иногда надо. То есть ты остаешься при своем мнении и будешь на них орать? Да, чтобы воспитать. В этом моменте я разочарована. Я себя воспитаю. Я понимал, что я не прав в воспитании своих детей. Стыдно было. Это не твои дети, во-первых. При ней признаться, так как я мужчина же. Но выводы я для себя сделал, и так больше я поступать не буду с ними. Я в глубине души надеюсь, очень надеюсь на то, что он поменяет свое отношение к детям. Эти детки не заслуживают такого отношения к себе. Один ребенок не заслуживает. В Питере Сергей продолжает удивлять временную жену. После салона красоты они вдвоем отправляются в торговый центр, где их уже ждет Василиса. Здорово. Какая красивая. Спасибо. Да, я теперь всегда буду такая. Ты знаешь, куда он пойдет? Без понятия. Аня, немного терпения, и все узнаешь. Давай, знаешь что, попробуем подобрать что-нибудь по одному. Ну вот симпатичная, в горошек. Вы по какому-то случаю подбираете? Тут, короче, ситуация такая. Девушка долгое время занималась только детьми и совсем за собой не следила. Мы это решили немножко исправить. Какая модель предпочтите? Ну, что-то по фигуре, чтобы было комфортно, уютно. Выходи. В целом неплохо. Да, хорошо. Нет, вот Толя реально лучше сидела, это по цвету ничего тебе идет. Запомни цвет. Так, вот это вот очень даже хорошо. Мне тоже нравится. Да. Красиво. Когда выбирали платье, увидела, что... Она даже помолодела, она сразу на лет пять, наверное. У меня, оказывается, фигура есть, и все это очень даже красиво. Я как бы выбрала... Все правильно. Пошли на кассу. Отличный вариант. Вроде как она уже и привлекательная девушка, которая выглядит лет на десять моложе, нежели чем... Когда я открыла только двери в квартиру, ее улыбить было. Меня не узнает муж. Скажет, кто такая. Не узнает, не узнает. Заново познакомимся. Да. Спасибо. Надеюсь, и другого лучше. Все хорошо. И к лагу подходит, и к этому не подходит. Я просто не привыкла. Ну, буду приучаться. Сейчас мне просто до слез. Я очень благодарна к Сергею, что он, ну, как бы открыл мне вот глаза, заставил на себя просто посмотреть по-другому. То есть меня изгадку какого-то утенка сделали. Какую-то красивую. И не ожидала, на самом деле. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сергей. Сергей. Реально, Аня, Аня, Сергей, Сергей. Аня. Аня, да. Все очень просто. Просто, да, вот реально, две разных вселенной этих людей. Я сделал комплимент своей женщине. Посмотри, какая она красивая сегодня. Прелесть. Спасибо. Как вы провели эту неделю. Я просто в шоке от всего, что происходило за эту неделю. Для меня это выход из моей зоны комфорта. Когда я пришла в ваш дом, я была, конечно, вообще в жутком шоке от всего увиденного. Больше всего я запомнила этих тараканов, которые просто везде ползают. И мухи, которые просто вокруг тебя. Я в уставе просто очень много написано, что ты делаешь по дому. Но по факту я как бы этого не увидела вообще. Но не в обиду. Я просто говорю, что... Нет, я ни на кого не обижаюсь. Я нормально. Критики отношу. Вообще без обид. Я спокойно это все выслушиваю и делаю свои как бы выводы. Когда приехала, первые впечатления расскажи. Первые впечатления. Такие маньяки тут живут. Столько фалосов, членов, вагин и так далее. Плетки. Ну, сначала я не поняла, для чего такие игрушки. Для меня, ну, как бы это был шок. Но после, когда я сходила на тренинг, погуляла по этому замечательному музею. Мне очень понравилось, как бы, что, оказывается, на эти темы можно разговаривать. И в этом нет ничего такого зазорного. Интересно довольно-таки. Ну, а ты рада знакомству? Ну, я очень, на самом деле, рада с вами познакомиться. Очень было приятно, когда Сергей привел в ресторан. Еще было очень неожиданно, когда мне сделали прическу. Я уже давно такого себе не делала. Ну, очень было приятно. Как бы женщина себя почувствовала. За эти дни я заметил, что Ане не хватает внимания и поддержки. Создалось впечатление, что Аня чувствует себя очень одиноко. Вы вроде как и вместе, а вроде как отдыхаете не вместе, да? То есть нет каких-то общих интересов. Вы даже о сексе друг с другом не разговариваете. Что вы делаете вместе? Я прихожу с работы. Аня, как обычно, сидит на диване и спит. Вот что мы делаем вместе с лилиной чистотой. Можно же найти общий интерес? Можно. Ну, не о сексе, точно. Я могу в чем-то поддержать, но не в этих темах. Я не буду поддерживать. Даже разговаривать на эти темы тоже. С ней? Да, даже с ней. Ей не хватает эмоций. Положительных эмоций. Единственный, какой я сделал вывод, это то, что я на детей поднимал руку, когда делал с ними уродки. Это, конечно, нехорошо. Я могу, как бы, ну, просто говорить. Просто непрошибаемый идиот. Вообще. Ноль выводов. Видите? Типа, я мужик. И я этого делать не буду. Классно? Ну, не поднимай руку на них. Я точно поняла, что мы с тобой живем идеально. Я тоже понял, что мы, в принципе, все делаем правильно. И я понял, что я не хочу так долго расставаться еще раз. Это было, типа, дико немножко. Я была выведена из зоны комфорта. Ну, в принципе. В идеальную зону комфорта. Мне понравилось, что можно и тихо, спокойно разговаривать, какие-то совместные досуги делать. Все это весело, замечательно. Если какая-то проблема, вы ее, как бы, обсуждаете. Тебе тоже рекомендую так же тихо, спокойно разговаривать. Не орать, не кричать, не материться. И вот тихо, спокойно все это садиться и обсуждать. Ну, еще рада. Очень рада, что мы познакомились. Все классно будет. Месяц спустя мы решили навестить наших героев, чтобы узнать, как изменилась их жизнь после проекта. В Питере Читу Велес мы застали вдвоем. Пока дочь на занятиях, пара проводит время вместе. После, собственно говоря, проекта мы очень соскучились друг по другу. И целый месяц ничего не делали. Просто уделяли время исключительно друг другу. Не могу сказать, что у нас прямо что-то глобальное изменилось. Я, кстати, поменялась. Да, ты стала более внимательной. Очень вкусно. Физуально. Кого больше любишь, попкорн или меня? Да, конечно. Мы немножко решили пересмотреть свою работу. Мы решили отойти от групповых тренингов. И сконцентрироваться на онлайн-тренингах. Привет, я Анна Велес. А меня зовут Сергей Велес. Сегодня мы будем говорить об ронотической фантазии. Желание – это то, что вы хотите воплотить в жизнь. Какие мои выводы? Так они свой YouTube-канал все пропиают. Ну, неплохо, неплохо. Умно. Сделали после проекта, что мы все делаем правильно. Мы всегда знали, что мы идеальная семья. Ну, просто мы сравнили, как живут другие люди. Вот чего бы мы точно не хотели, да, после проекта – это расставаться на опять такой же долгий срок. То есть неделя – это перебор. А какие выводы сделали для себя Анна и Сергей из Москвы? Удалось ли паре преодолеть разногласия? Я взглянула на себя вообще с другого ракурса. Теперь я, наконец-то, устроилась на работу. Меня взяли в метрополитен работать. У меня после работы еще подарок ждал – билеты в театр. Наконец-то мы стали просвещаться к искусству, приобщаться. Чуть-чуть. Накрасилась, смотрю, ну-ка. А что, не нравится? Нравится? А куда собралась? Плачечка. А никуда. Как так никуда? Просто. А-а-а. Сюда любили. Сережа стал более внимательный. Да. Более добрый. В жизни не поверю в это. В жизни в это я не поверю. Тем стал мягче. Уроки что, сделал? Да. Получается? Да, тут легко. Будешь проверять? Да, я потом проверю тебя. Я благодарен проекту за то, что он меня тоже научил, вот, то, что не надо ругаться, не надо там кричать. То, что надо, ну, все делать вместе. Левее давай. Левее? Да, левее. А теперь правее. Получка. Давай, сползай. Семья научила меня, что семье надо поддерживать уют, порядок. Ну, хотя бы были, нету. И что вдвоем это даже намного веселее делать. Я тут рамочку нашла. Да? Да. Вот сюда встань как раз, вот. Угу. Красота. Я поняла, что меня все-таки любят, ценят. Чаще стали говорить комплименты. Ну, ля. Потому что у меня такая красивая. Раньше так и не было. Ну, раньше это было раньше, а сейчас это сейчас. Ага. Кринж, блин. Вообще, не капли, я не знаю. Если кто-то знает их историю, там, да, можно, пожалуйста, в комментариях будет интересно почитать. Потому что вообще, как это, люди нечестнейшиеся. Ну, а в целом, конечно же, ролик хороший. Мне понравилась семья кринж. Другая семья, ну, более-менее, конечно, адекватная все. Просто люди хотя бы просто о себе заботятся, хотя бы умеют. Это уже, это уже большущий плюс для этого, я считаю. Знаете, что самое главное? Не окружайте себя подобными людьми, что могу сказать. Вот такими же, как вот этот вот Сергей, который вот. Наслаждайтесь собой, цените себя, слушайте музыку. С вами был ваш Радик. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok